Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас на библейском портале экзегет. Мы читаем книгу Иисуса Сына Сирахова, проникая в ее смысл. Глава первая, в ней наиболее важное слово, которое будет звучать, это премудрость. К ней всегда были устремлены сердца людей не праздных, не пустых. Она именуется и царицей добродетелей, она является и источником всех благ. Всякая премудрость, начинается книга «Премудрости Иисуса Сына Сирахова» от Господа, и с Ним пребывает вовеки. Песок морей и капли дождя, и дни вечности, кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость, кто исследует? Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века. В первых словах своего повествования автор смиряет человеческий ум и представляет его бессилие. Ни от какого личного богатства, ни от какого собственного душевного изобилия кого-либо из людей изливается эта тайная, сокровенная и бесценная премудрость. Она присидит престолу Божию, как об этом выразился премудрый Соломон. Источник премудрости — Слово Бога Всевышнего и шествие ее в вечной заповеди. Как у реки есть источник, тот первичный родник, с которого она начинается, а в дальнейшем есть ее русло, по которому она течет, орошая собой землю. Так и для премудрости есть начало, ее начало в Боге, а ее продолжение — это исполнение божественных заповедей. Господь, являясь Творцом мира, устанавливает и нравственные порядки нашего в этом мире существования. Почему в отношении Господа, который терминами и величия, и всякого могущества почтен, в данном случае употребляется и термин «страшный». Таково свойство тварной природы. Она призвана изумляться и благоговеть перед тем, кто является причиной ее бытия. Только безрассудный, надменно и самодовольно, будучи призванным из небытия в бытие, распоряжается этим бытием как своим собственным. Он произвел ее, и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои, и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ею любящих его. Действительно, вся премудростью сотворил Ииси, и благость Господня на всех делах его. Обратим ли мы взоры свои на небо, на макрокосмос, или вглядимся в состав вещей, в микрокосмос, мы будем изумляться непостижимой человеческому уму премудрости, мы будем изумляться тем тайнам, которые лежат в основе всех даже видимых тварных вещей. «И благость Господня на всех делах его пребывает, печать его премудрости и попечение о поддержании жизни, но особенно наделил ею, повторимся, любящих его». Кого это? Конечно, свободно разумных личностей, нас с вами. Премудрости сопутствует любовь. Все то, что сотворила она, премудрость в этом мире, оно почтено теплом божественной любви. И в большинстве своем, конечно же, человечество призвано не только в большинстве, а все без исключения призваны ответить любовью на любовь. Божественное свойство, любовь, оно прилагается именно к тем, кто способен явить взаимность. И там, где навстречу божественной любви по произволению свободно разумного существа человека является взаимное расположение, там и торжествует премудрость, там и бывает ее излитие особенно обильно. «Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости». Вот мы теперь видим это словосочетание, столь бесконечно важное. Во всех святоотеческих творениях, во всех аскетических писаниях, оно будет всегда представлено как главнейшее. Святиль Феофан Затворник говорит о том, что со страха Божьего начинается жизнь спасительная, жизнь духовная, она им поддерживается, в нем развивается, приумножая его, страх Господень приходит к совершенству, и даже тогда, когда мы взираем на бесплотных ангелов, и там видим их в совершенном подчинении этому благоговейнейшему страху Господню. И в нем потому и говорит повествователь священный «Честь и веселье, и венец радости». Не только веселье, не только довольство, не только мир на душе, в котором так нуждаются наши современники, и не могут его найти, но и сам венец радости, некоторое царственное и благополучное, спокойное и надежное состояние, которое мы уже называем не просто веселем и радостью, но блаженством. Страх Господень усладит сердце и даст веселье, и радость, и долгоденствие. Как бы сегодня это донести до современника? Который как раз в этом более всего и нуждается. Дайте усложнение сердца, дайте веселье, дайте радость, дайте долгоденствие. «Нате!» — говорит о премудрой, наставляя свое потомство. Страх Господень может произвести все эти благие дары в тебе. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Как бы ведет диалог повествователь. Ну, как же радость, как же блаженство, если мы смертны. И смерть не оказывается повреждающей те дары, которые обещает страх Божий. И напоследок, и в день смерти получит благословение. Книга составлена еще за 200 или 300 лет до Рождества Христова. И полнота обетования в пророческих писаниях еще только подобно заре мерцает, еще не светит ясно. Звезда утренняя, вошедшая с Рождеством Христовым над человечеством. Но таинственно говорит он о осуществлении обетования, о спасении рода человеческого. Страх Божий приведет и к вечному спасению. Страх Господень — дар от Господа и поставляет на стезях любви. Любовь ко Господу — славная премудрость, и кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Вот это загадочно. Как это? Раз он разделяет, то разве от нас что-нибудь зависит? «Не дал мне любовь Господь к себе, вот у меня ее и нету». Даром Божьим называется наше встречное расположение. Господь дал нам способность прежде всего выбирать между добром и злом. Но именно произволение наше собственное и является знаком нашего избранничества от Бога, произволение, направленное навстречу его любви. Начало премудрости бояться Бога, и с верными она образуется вместе во чреве. Таинственные слова. Не будем видеть в них какие-то кальвинистские предположения о том, что прежде рождения человек уже предназначен к спасению или к погибели, а лучше увидим великую ответственность матери еще с момента зачатия ребенка в том, чтобы он вырос премудрым, чтобы он был в благочестии ее и воспитуем еще под сердцем собственной матери. И с молодых ногтей прилежал бы премудрости. Начало премудрости. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их верится. Полнота премудрости боятся Господа, она напаяет их от плодов своих, весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их произведениями своими. Премудрость — это даруемая нам след за страхом Божьим, а сугубо за ответную к Богу любовь исполняет жизнь нашу с этих плодов. И когда мы слышим «кладовые», то, конечно же, не о только полуподвалах и подвалах с сундуками думаем, а прежде всего о сокрытых в сердце добродетелях, которые являются самыми полезными сокровищами при всех обстоятельствах жизни. Венец премудрости — страх Господень, преизращающий мир и невредимое здравие, но то и другое — дары Божии, которые распространяют славу любящих Его. «Страх Господень отгоняет грехи, не имеющий же страха не может оправдаться». Вот какие благие плоды стяжать это чувство всесторонней зависимости от Господа. Именно такими словами святитель Феофан объясняет вот это состояние страха Божия, сознание своей всесторонней от него зависимости. Так вот, почему это бесконечно важно? Какие плоды, перечисляет автор, отгоняет грехи? Ты расписываешься в своей беспомощности против обступающих тебя со всех сторон грехов твоих собственных, вернее, исходящих от тебя из-за немощи наших, из-за тех соблазнов от мира, плоти и дьявола, приходящих ко всякому человеку. Но вооружись самым подлинным орудием, которое победоносно поможет тебе быть победителем среди всех тех браний, которые неизбежны в этой жизни. Не имеющий же страха не может оправдаться. Что это значит? Нельзя сказать о себе, что я слишком слаб. А кто сделал тебя слабым, кроме как твое гнилое произволение, не давшее тебе вооружиться благовением пред Господом и стоянием пред Ним. Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Переходит уже к частным грехам автор, и одним из первых на его перо попадается несчастное последствие гордости, самости человека, не боящегося Бога. Это гнев. Само движение гнева есть уже падение для человека. Не надо ждать, пока гнев доведет тебя до кровопролития, до братоубийства, до безрассудных поступков, до оскорбительных слов. Сам гнев, даже направленный против предмета бесчувственного, есть падение. Так рассуждали некоторые мудрые игумены, оставившие свои аскетические записи, когда, огорченный поведением какого брата я срываюсь, сознаю себя падшим. Когда сдерживаюсь, то сознаю себя победителем. И эта брань предлежит всегда и каждому из нас. Никто, говорит мудрый, не прогневается на брата, это слова преподобного Исаака Сирина, если прежде не превознесется над ним. Но это совершенно неизвинительно. Отчего ты гневаешься на брата твоего? Не от того ли, что он не так праведен, как ты, рассуждает дальше преподобный Исаак Сирин. А где же твоя праведность, если ты гневаешься на брата твоего? И так никаким образом не извиняем. Гневливый. И далее живописует автор красоту терпеливого. Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается весельем. Сколько раз каждый из нас иногда из-за того, что не нашел обидных слов в ответ обидчику и досадовал из-за этого, потом благодарил Бога, когда гнев отходил, что не высказал он всей горечи, которая накопилась в его нечистом и сметенном сердце в отношении ближнего своего, против него, явившегося обидчиком, действительно утверждает эту истину слова премудрого Иисуса, сына Сирахова. До времени он скроет слова свои и уста верных расскажут о благоразумии его. В сокровищницах премудрости притчи разума грешнику же страх Господень ненавистен. Почему люди ненавидят храмы Божьи? Почему ненавидят священнослужителей? Почему ненавидят иконы? Почему крест Христов ненавидят? Им ненавистен сам страх Господень. Они этого страха боятся, потому что дела их, как говорит апостол-ангелист Иоанн Богослов, злы, и они не хотят идти ко свету с тем, чтобы не обличились дела их. Для кого они обличились? Для самих себя. Нечистая совесть, пытаясь себя оправдывать и утверждать себя в своей самости, становится обличающей саму себя. А каким образом? Вот этой самой ненавистью к страху Господню. «Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. Ибо премудрости знания есть страх пред Господом, и благоугождение ему, вера и кротость». Как не вспомнить слова апостола Якова, «Кто не имеет мудрости, пускай просит у Бога, который подает всем просто и без упреков. Не будь недоверчивым к страху пред Господом, и не приступай к нему с раздвоенным сердцем. Не лицемерь пред устами других, и будь внимателен к устам своим». Здесь речь уже идет о том, что некоторые, пытаясь смиренно словить, не хотят смиренно мудрствовать. И внешне, представляясь вполне исправными, для того, чтобы найти похвалу у разумных, никак не хотят сами смирить свое сердце. И вот от этого лицемерия удерживает нас автор. «Не возноси себя, чтобы не упасть, и не навлечь бесчестие на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню, и сердце твое полно лукавства». Какие яркие, глубокие слова, к чему побуждающие? Конечно же, к покаянию.